И так умоляю вас, братья, с милосердием Божьим, притащите ваше в жертву жизни, седую благоугодную Богу для разумного служения нашего. И не сообразуйтесь целиком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать. Что есть воля Божия? Благая, угодная и совершенная. Членов много тела одно, различные дарования. По данным мне благодать, вот я всякому из вас говорю, не думайте о себе более неже не должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Богу уделить. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе и порозим один для другого члена. И так по одной нам благодати. Имеем различные дарования твои, имеешь ли порочество, пророчеству по мере меры. Имеешь ли ты служение, пребывая в служении, учитель, изучение. Увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в ростоке, начальник ли начальству пресерден, благотворитель ли благотвори радушным. Приказание любите, благословляйте, радуйтесь, побеждайте в рост добром. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь с дела, прилепляйтесь к добру. Будьте, братов, любивы друг к другу, смежностью почитательности друг к другу. Преупреждайте, усердие не ослабевайте духом, пламените Господу, служите, утешайтесь надеждой и скорби, будьте терпеливым. В молитве постоянные, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте остроноприимствую, благословляйте генителей ваших, благословляйте, а не просленайте. Радуйте с радующимися и плачьи с плачевищими. Будьте единомысленными, между собой невысокомудрые учите, но последуйте смиренными, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте зло на зло, но плетитесь о добром перед всем человеком. Если, возможно, с вашей стороны будете в мире со всеми людьми, не мстите за себя возлюбленным, не дайте место гневу Божию, ибо написано Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждетесь, напои его, ибо делай, и ты соберешь ему на голову горячие угля. Все, данные, 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 теперь, 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 Кабус Колизеем, да, Колизеем, книга Колизеем, третья голова, от первого до двадцать пятого, Третья голова, от первого до двадцать пятого. Это, чтобы мы были похожи больше к Кристосу. Ну, я из-за, наверное, будут лизы и лад. Похожи больше к Кристосу. Кабус Дейшем. Кабус Дейшем. Кабус Дейшем. Кабус Дейшем. Гребипаласа и Тагату. Нелая. Калусян. Пускай Нелия теперь читает. Калусян. Кабус Дейшем. А, это все лучше получается. Не, ну, не хочешь? Не, не, ну, мне трудно просто читать. Последний раз ты читал, а очень красиво было. Ну, ладно, нет. Найгреби, ну, ладно. Мои глаза подбили. Третья голова. Калусян. Калусян. Третья голова. Третья голова. Третья голова. 3 голова 3 голова от 1 до 25 3 голова вы умерли и жизнь ваша сокрытие со христом в боге итак если вы воскресли со христом то ищите горного где христос сидит одессе одесса бога о горном помышляйте а не о земном ибо вы умерли и жизнь ваша сокрыта со христом в боге когда же явится христос жизнь ваша тогда и вы явитесь с ним во славе вставлявшись векового человека облегшись нового нет ни елена ни идея но все его всем христос итак умрите земные члены ваши блуд и чистоту и страх злую похоть и которое есть и долослужение за которые гнев божий придет на стену против 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 которых и вы никогда обращались когда жили между ними а теперь вы отложите все вне ярость глобу прелоречия свернословия уст вата не говорите лжи друг другу с облегчить несколько человек и разделами его и облегчить нового которое обновляется с познанием по образу создавших его где нет ни элина ни иудея ни обрезания ни обрезания варвара их раба свободного но все его всем христос и так облегчить так избранные божьим святые и возлюбленные в милосердии благо смиренно мудрее против долго терпения не сходя друг другу и прощая взаимно если кто на кого имеет жалобу как христос просил вас так и вы более всего облегчить мину божь которой есть совокупность совершенства и до владычества в сердцах вас мир божий которому вы призваны в одном серии и будьте дружелюбны слава христова до с христа во благодати, воспевая в сердцах ваших, Господа. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря члену Богу и Отцам. Жены провинуются мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья любят своих жен, и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцу не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы во всем повинувшие к Господам вашим по плоти, не в глазах только служают, как человеку угодниками, но в простоте сердцам боясь Бога. И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что в создании от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто не право поступить, тот получит по своей неправде, у него нет каких-то приятных. Ну да. О, самое конца Библии. Последняя книга Библии. Последняя книга Библии? Да, называется, ну, по-английски Revelation, по-русски я не знаю. Самая последняя. Там ничего не надо смотреть, просто в самое концу открывается. Больше ничего там не будет. В самом конце. Где начинается последняя книга? Первая голова, до двадцатая. Так, подожди, у меня звонит.